Здравствуйте! Меня зовут Дмитрий Книга и вы смотрите новости Ленинского городского округа. Сегодня в выпуске вы увидите. Продолжаются работы по приведению надлежащий вид всех торговых объектов вдоль магистралей. Эти два здания, они приобрели совершенно другой вид, более современный, более красивый. Продолжается проверка объектов торговли на соответствие законодательству. Расстояние от входа в детский сад составляет менее 30 метров. В России проходит неделя профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Первое место в мире занимает гипертоническая болезнь сердечно-сосудистых заболеваний. В Ленинском городском округе продолжаются работы по приведению в надлежащий вид всех торговых объектов, находящихся вдоль основных дорог. Это необходимо для соблюдения архитектурного облика муниципалитета, а также для безопасности посетителей и самих предпринимателей. Заместитель главы Ленинского городского округа Виктория Морозова проверила, как идет реконструкция зданий на Каширском шоссе. Ранее на этом участке находился складской комплекс, а теперь проходят ремонтные работы по приведению к единому стандарту торговых точек. Меня пригласили в составе комиссии в правительстве Московской области. Сказали, что есть указания по реконструкции объектов, находящихся на так называемых вылетных магистралях. И предложили нам вступить в реконструкцию. Но наш объект уже давно находился в реконструкции. Стоит отметить, что уже два торговых объекта на данной территории полностью перестроены и работают в полном объеме. Здание было целиком перестроено, был весь конструктив новый сделан и остекление было новое. То есть эти два здания приобрели совершенно другой вид, более современный, более красивый. И по наполнению этих зданий, конечно, они стали совсем другого уровня. В настоящий момент демонтируются здания, где располагались шиномонтаж и мойка машин. Заменены все коммуникации, идет заливка фундамента. Уже почти готовы помещения для кафе и пиццерии. Работы планируют завершить к концу сентября. Здание практически все было снесено, вывезено порядка 20-30 контейнеров мусора. Весь конструктив старый убран, конструктив весь новый. Применены сэндвич-панели, заказано большое красивое остекление зданий в алюминиевых стойках. После реконструкции на участке будет четыре современных торговых павильона для 15 арендаторов. Также будет приведена в порядок прилегающая автомобильная дорога. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Максим Константинов, Видное ТВ. Грамотно спланировать свое время пассажирам теперь станет еще проще и удобнее. На единой линии связи компания «Мострансавто» предложила новый функционал, который позволит жителям и гостям Московской области узнать фактическое время прибытия автобуса на остановку. Для этого пассажиру нужно позвонить на бесплатный единый номер и назвать голосовому помощнику остановку, где он находится, а также конечную станцию. Сервис называет время прибытия ближайшего автобуса и рейс, следующий за ним в реальном времени. Информация предоставляется независимо от типа мобильного устройства пассажира. Установка мобильных приложений не требуется. Местные власти продолжают проверки лицензии и других видов разрешительных документов у торговых объектов. Это делается для обеспечения соответствия законодательству и защиты прав потребителей. В случае обнаружения нарушений предпринимателям грозят штрафы и даже отзыв лицензии. Какие несоответствия были выявлены в ходе проверки, узнала наша съемочная группа. В поселке Бица местные жители выразили обеспокоенность по поводу близости магазина спиртных напитков к дошкольному учреждению. В связи с этим представители отдела сельского хозяйства и продовольствия администрации округа посетили эти торговые объекты. После проверки разрешительной документации магазинам сообщили, что они попадают в зону запрета продажи алкогольной продукции. Расстояние от входа в детский сад составляет менее 30 метров. Руководство об этом, конечно же, будет в курсе. И там уже относительно этого руководства будет общаться. Закон запрещает продажу алкогольной продукции вблизи учреждений, осуществляющих образовательную деятельность. Но бывают и такие случаи, как этот. Лицензию магазины получили еще до строительства детского сада. Вблизи детского сада расположено два алкомаркета. Администрация Ленинского городского округа такое положение еще не устраивает. Нам кажется, недопустима такая близость к образовательному учреждению. В связи с чем в Министерство сельского хозяйства и продовольствия нами направлено обращение с просьбой рассмотреть возможность отзыва лицензий у данных торговых предприятий. В настоящее время администрация округа проводит рейды и разъяснительную работу среди предпринимателей. Наталья Буслаева, Евгений Бех, Ольга Садовская, ВИДНЭТВ. Сейчас в России проходит неделя профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, объявленная Министерством здравоохранения. Как улучшить работу сердца и поддерживать его в тонусе, расскажет Инга Инчук. Сердечно-сосудистые заболевания считаются самыми распространенными в мире. Их даже называют эпидемией 21 века. Гипертония часто может быть предвестником развития других более грозных недугов. А к ней, в свою очередь, приводит неправильный образ жизни. Неправильное питание, это курение, это употребление алкоголя. И зачастую люди даже не замечают, когда у них появляется повышенное давление. Первое место в мире занимает гипертоническая болезнь среди предвещих сосудистых заболеваний. Для того, чтобы держать организм в тонусе, недостаточно одного похода ко врачу. Сердце требует постоянного внимания, а главное – обязывает к определенному образу жизни. Профилакция сердечных сосудистых заболеваний не должна занимать неделю. Профилакция сердечных сосудистых заболеваний, мы должны посвящать этому все время. Почти в каждой семье есть аппарат-тонометр, и измерить давление. И если при этом измерение артериального давления выявлена повышенная цифра, то следует задуматься и обратиться к врачу. Сердце любит здоровый образ жизни, умеренные физические нагрузки и положительные эмоции. Врачи рекомендуют совершать пешие прогулки не менее 30 минут в день, регулярно проходить диспансеризацию и при любых настораживающих симптомах обращаться в медицинские учреждения. Инга Инчук, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видна ТВ. На сегодня это все новости. Всего доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok